Исклеймер. Все сказанное на YouTube-канале Гиперборей является личным мнением автора и ведущего Вадима Борейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Общий привет! До стар! Срываться с дерьми! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. В эфире третий выпуск нашей новой программы «Вперед в прошлое», где я знакомлю вас с видеоматериалами из нашей общей истории. Не такой уж и далекой. 10 июня я показал вам программу «Собственное мнение» на 31-м канале от 2002 года, в которой обсуждались поправки в тогдашний закон о СМИ. Неделю назад мы вместе с Булатом Абиловым посмотрели его программу «Собственное мнение» от 2003 года, посвященную приватизации. Сегодня вы увидите документальный фильм «Казахстан. Площадь свободы», который был снят российскими журналистами SVS Studio по следам событий 2001 и 2002 годов, когда против зятя Назарбаева Рахата Алиева восстали молодые казахстанские бизнесмены, чиновники, политики, журналисты. Они объединились в политическое движение «Демократический выбор Казахстана». Тогда оно еще не было демонизировано и объявлено экстремистской организацией. Это случилось гораздо позже, в 2018 году, когда ДВК стали связывать только с именем Мухтара Аблязова, которого Назарбаев считал врагом государства номер один. Этот фильм не претендует на полноту исторического рассказа и глубину политического анализа. Я его показываю, во-первых, для старшего поколения, чтобы вспомнила молодость и задумалась над тем, какой исторический шанс упустили казахстанцы больше 20 лет назад. А во-вторых, для молодых, кто тогда еще не родился или пешком под стол ходил, чтобы знали, что в Казахстане была и другая история, о которой не пишут и еще не скоро напишут в школьных и вузовских учебниках. Сейчас начнем, а пока подпишитесь на канал Гиперболей, нажимайте на колокольчик, будете всегда получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты и я всегда благодарен вам за поддержку канала Гиперболей. Копков Рахмет, огромное всем спасибо! Мы делаем Гиперболей вместе! Послать донат легче всего через QR-код в углу вашего монитора, а также на номер телефона и номера банковских карт Халык и Каспий Голд, которые вы видите на экране. Зарубежные подписчики нас поддерживают по системам переводов PayPal и Western Union. Пожалуйста, делайте приписку «Донат в дар или благотворительность». А потенциальных рекламодателей я прошу писать мне на электронный адрес, который вы видите на экране. Начинаем! Казахстан. 21 век. Свободное, независимое, суверенное государство. Республика Казахстан. Здесь, в Казахстане, на этой площади с декабря 1986 года в бывшей империи СССР, народ впервые вышел на митинг протеста. Он хотел говорить и быть услышанным. Власть поступила с народом так, как ей было привычно и удобно. Казахстан. Лето 2002 года. Площадь Республики. Они верят и надеются. Свободные граждане. Свободной страны. Зимой 2002 года, в новом веке, граждане Казахстана снова вышли на площадь. Мы в своей платформе, опубликованной на днях, говорили о необходимости демократизации нашего общества. Тысячи граждан со всей страны вышли на площади старой столицы требовать от власти того же, что и много лет назад. Они хотели быть услышанными. А если она у нас, эта демократия? Разве это демократия, когда открываются уголовные дела на лидеров ДВК? Разве это демократия? Тысячи простых граждан вступали в новое политическое движение – демократический выбор Казахстана. Многотысячный митинг предлагал власти диалог о свободе слова, свободе выбора. Народ требовал демократии. Трибуна январского митинга объединила правых и левых, банкиров и пенсионеров, вчерашнего вице-премьера и депутата Мажелиса парламента Казахстана, экс-акима губернатора Жекьянова и бизнесмена Аблязова. Был создан фронт сопротивления власти, фронт борьбы за демократию, за реформу политической системы. Мы называем президентскую форму правления в Казахстане кланово-семейным правлением. Конечно, в истории редко встречается, чтобы у первого лица всеми средствами массовой информации владела дочь. Овладевала и управляла. В семье редко встречается, что всеми органами безопасности руководил зять. Всей нефтью тоже самое, и второй зять. На самом деле нет государственного правления, а есть кланово-семейные правления. Этот авторитаризм с оттенками восточной деспотии на долгие годы. И вот это люди, демократы, молодые, Аблязов Жекьянов и другие вообще сбили его с этого пути. Он не может даже слышать, что кто-то может стать президентом. Президент Нурсултан Назарбаев. Избранный сначала, еще в имперском СССР, Верховным Советом, потом всенародно отстранив от выборов всех реальных соперников, затем продлившие свои полномочия до семи лет, 12 лет в Казахстане один и тот же президент. И все 12 лет Конституция Республики Казахстан выстраивалась под этого человека, под этого президента, под Нурсултана Абишевича Назарбаева. Полировался парадный фасад государства, строилась новая столица Астана. Но не менялась жизнь. Приходили и уходили правительства, но не менялась власть. В богатом Казахстане разваливалась экономика, нищала земля, бедствовал народ. Росла пропасть между богатыми и бедными. Старая советская экономика разрушалась, новая не работала. Президент Назарбаев пригласил в правительство молодых менеджеров. Среди них были Мухтар Аблязов и Глымжан Жакиянов. Ребята классные. С элитнейшим образованием, причем технократическим образованием. Мухтар ведь долго, что называется, упирался, когда ему президент предлагал сначала возглавить электросетевую компанию, а потом и Министерство энергетики. Он этого на самом деле не хотел, у него все было впереди, и он не торопился. А это был 98-й год, это был чудовищный по трудности год из-за мирового экономического кризиса, а еще и потому, что именно в это время объективно возникла необходимость реального рыночного реформирования энергетики. Аблязов смог удержать энергетику Казахстана в самые тяжелые времена, а именно в 98-м году. Б. Аблязов смог в это же тяжелое время реформировать энергетику Казахстана по тем нормальным рыночным канонам, о которых вообще говорят все. Но тем не менее, именно Аблязов впервые в истории правительства Казахстана выступил от имени Министерства. Достаточно нормальной, толковой, я бы даже сказал, такой агрессивной программой оживление внутренней экономики. Галамжан, он был самым молодым акимом Семипалатинской области. После нескольких лет акимства там, он перешел акимом в промышленное сердце Казахстана, Павлодарскую область. Президент считал Жакиянова одним из самых перспективных акимов-губернаторов республики. Жакиянов и президент. Аблязов и президент. Но не президент Назарбаев свел мести этих людей. Оба родились в один месяц одного года, в мае 63-го. Оба из села, оба сделали себя сами. И понимали, что устойчивость государства определяется благосостоянием большинства его граждан. Здоровой и конкурентной экономикой. Заработала основа экономики Северного Казахстана – металлургия. Люди получили работу, государство – так нужный ему доход. Вышла из затяжного кризиса энергетическая система. Аблязову удалось реформировать энергетику, освободить ее от долгов. Но истинный ключ к подлинному реформированию, экономическому взлету, к достойной жизни был совсем не в энергетических и сырьевых ресурсах. Ключ был в политике, и он был в других руках. Президент Назарбаев и его семья. Рхат Алиев – старший зять президента. Назарбаев доверял ему и семье. Собственность, сырьевые ресурсы, самый доходный бизнес, экспорт, государственная безопасность – все находилось в руках семьи. Любые демократические реформы власти были опасны семье президента. То есть это попытка построить систему, которая по сути советская по духу, которая пытается строить рыночную экономику. Аллегория такая, если вы хотите создать семью, если вы выбираете рыночную экономику в качестве мамы в этой семье, а такой постсоветский или советский коммунистический способ управления в качестве папы, который у нас сейчас есть, то единственный ребенок от этого брака – это коррумпированное криминальное государство. В казахстанский эфир записанная и смонтированная программа власти или компании «Тан» так никогда и не вышла. Существовал одиозный силовик в лице Берии, у нас, пожалуйста, Рахат Алиев, это уже есть. Неограниченная фактически власть, и все ему подчиняются – полиция, таможенный комитет, комитет национальной безопасности. Что еще надо? У него власти не меньше, чем у Берии. Я президенту говорю всегда о том, что силовые органы беспредельничают. Фактически это репрессивный аппарат, и он должен кого-то давить, преследовать, подслушивать. И, конечно, я вызывал огромное неудовольствие, и я могу сказать, что тот наезд, который был со стороны органов комитета национальной безопасности, он был в том числе с этим спровоцирован. Мне сам Рахат Алиев звонил по телефону, и мне прямо угрожал. У него нет понимания всего этого, что происходит, и он видит только один способ решения проблемы – это силовой. Это арестовать людей, посадить их в тюрьму. И поэтому сейчас очень важно, чтобы этот 37-й год у нас не повторился. Из того, что я слышал от Мухтара и от Галымжана, я думаю, что именно они донесли до президента всю правду о его зяте. Это они точно донесли. Хотя бы потому, что эти два человека, безусловно, на две головы выше любого другого с точки зрения способности сказать президенту, глядя ему в глаза, неприятные для президента вещи. Многие, к великому сожалению, подумали, что вся беда замыкается, заключается на имени этого человека, Алиева. Не Алиев-носитель всех режимных приемов. В начале 2002 года вспыхнул политический скандал. В западных банках арестовали тайные многомиллионные счета главной семьи страны. Во многих средствах массовой информации западных стран было опубликовано большое число материалов по Казак-Кейту. Речь идет об очень крупных суммах, истинными владельцами которых являются высокопоставленные чиновники нашей страны и ближайшие родственники главы нашего государства. Казак-Кейт погасить не удалось. Мы говорим, если вы сами не можете пользоваться, арестовали ваши счета, вы сделаете какие-то шаги, чтобы освободить эти деньги, вернуть их в республику, вложите в реальную экономику, создайте рабочие места, и чтобы эти деньги работали на наши нужды. Деньги, конечно, в республику не вернулись, но Рахат Алиев формально был отстранен от силовых структур. А менеджеры и реформаторы становились политиками. Они понимали, никакая здоровая экономика в стране невозможна без глубоких политических реформ. Ситуация в стране такова, что мы объявляем о создании общественного объединения «Демократический выбор Казахстана», который ставит своей целью защиту демократических ценностей, защиту прав и свобод наших граждан. Мы обращаемся ко всем, кому дороги идеалы свободы и демократии. Мы обращаемся к вам за поддержкой. Нашему государству необходим сильный и полномочный парламент. Нашему государству необходимы всенародные выборы местной власти. Нашему государству необходимы свободные и независимые средства массовой информации. Нашему государству необходима демократия. Мы верим в свой народ. Мы верим в демократический Казахстан. Тогда они еще верили президенту и искренне хотели конструктивного диалога. Президент заявил о своей поддержке общественного объединения, демократические выборы Казахстана. И я хочу подтвердить и сказать, что демократические выборы Казахстана не планируют каких-либо программ противостояний. Более того, демократические выборы Казахстана только за реформы, за углубление реформ. Но именно эти реформы и были опасны власти президента. Наш президент не может выйти из собственной же феодальной системы. Если бы он смог, что называется, дожить, протянуть свой политический срок до начала парламентских реформ, я повторяю, хотя бы начать реальные парламентские реформы, тогда бы он, конечно, должен был бы просто ухватиться за млада демократов, потому что по-своему это его дети, и это очень талантливые дети. Но наш президент умеет управлять государством, которым все подчиняется только ему. Лучше бы, конечно, если бы Мухтар был с нами, я имею в виду с властью. Его способность, его знания, его опыт очень сильно помогли бы правительству прежде всего. Вот что заставило человека, валютного миллионера, он очень богатый человек, отец троих детей, любящий отец и муж, яркий представитель элиты, и вдруг он делает такой шаг. Мое воображение тоже поражает, я не могу найти ответы на эти вопросы. То есть это получается полностью расколоть власть на два лагеря и начинать непримиримую войну. Во всяком случае, так было расценено наверху эти действия. Позицию власти озвучил премьер Такаев. Я вынужден обратиться к народу Казахстана, президенту и парламенту страны. Некоторые наши граждане и даже государственные служащие решили объявить собственному государству войну. Кто больше всех говорит о сворачивании демократии в Казахстане? Бывший президент Кегок и член правительства Мухтар Аблязов, заместитель премьер-министра Ураз Жандосов, Аким Павлодарской области Галамжан Жакьянов. Я внес предложение освободить их от занимаемых должностей. Если президент не примет мои предложения, то в отставку уйду я сам. Кто ушел в демвыбор? Это действительно лучшие люди Казахстана, которые персонально готовы к выполнению самых высоких требований и к преодолению самых высоких планок. Событие доказывает, что это еще и люди с наиболее обостренной совестью. Им интересно, чтобы пенсионеры могли хоть что-то покупать в магазинах, чтобы рабочие на предприятиях получали нормальную, приличную зарплату. Им интересно, чтобы в Казахстане не было столь чудовищной нищеты подавляющего большинства населения. Но власти было интересно совсем другое. Президент руками Такаева снял с поста Акима Галамжана Жакьянова. Из правительства исчезали подлинные реформаторы, перспективные политики, профессиональные менеджеры. Как в 1937 году пропадали фигуры и лица со старой фотографией. Президент Назарбаев оставался во власти один – семьей. Январь 2002 года. Тысячи представителей демократической оппозиции всех регионов Казахстана, невзирая на сопротивление властей и прямые провокации, собрались, чтобы определить свои цели, открыто и прямо провозгласить их. Цели были просты и понятны. Больше демократии, больше свободы, больше правды. Граждане свободного Казахстана четко, ясно видели опасность. Мы недооценили живучесть и прочность тоталитаризма. И сегодня нам приходится с горечью констатировать, что авторитарная власть по-прежнему является основой политической системы нашего общества, что права и свободы наших граждан повсеместно ущемлены. Народ на нашей казахстанской земле веками жил свободно. И свободные дети свободного народа имеют право на свободу мысли, слова и совести. Главный итог десятилетней истории суверенного Казахстана, это то, что первый серьезный жизненный экзамен на зрелость, не доверяй власти, а контролируй ее, казахстанское общество не выдержало. Мы нищие, а нищий не может быть независимым. Он всегда зависим от того, кто подает ему милостину. Или от того, кто даст взаймы. Есть такое понятие моральный и физический износ. Режим изношен и физически, и морально, от него все устали и внутри страны, и за рубежом. Еще о чем говорит это собрание? О том, что мы можем работать вместе, правые, левые, мы тут все вместе и делаем общее дело. Это главное. Власть впервые столкнулась с массовой и конструктивной оппозицией и испугалась. Телекомпания ТАН работала в прямом эфире пять часов. Поздним вечером на улицах города приняли резолюцию. Такого в республике еще не видели и не слышали. Личной ответственности гражданина республики Казахстан Мурсултана Назарбаева за все, чего добилась власть за 10 лет нахождения у власти. Это же нонсенс, когда состоялся съезд демократической общественности в Алмате. И Облязов начал транслировать на протяжении пяти часов прямой эфир по телеканалу ТАН, на весь город. Тут люди все с ума посходили. Все подумали, что началась революция. Я с недоверием относился и к Облязову, и Жакиянову до событий 19 января. То есть, когда было проведено собрание демократической общественности. И проведение собрания означало серьезный конфликт с президентом. И они сознательно пошли на этот конфликт. Эти люди высказались по главному вопросу казахстанской политической системы, фигуре Нурсултана Назарбаева. Это был очень высокий акт мужества с их стороны. И поэтому я после событий 19 января признал их беззаговорочно. Власть нашла контраргумент. Он был весьма содержателен. Мы выступаем в поддержку нашего президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Нурсултан! Казахстан! Нурсултан! Казахстан! Металлурги, говняки, крупнейшие компании, говно-металлургического корпуса страны полностью поддерживают политический курс президента республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Нурсултан! Нурсултан! Казахстан! Мы, представители демократической общественности Республики Казахстан, принимаем следующую резолюцию. Я не исключаю, что меня завтра, послезавтра арестуют. Меня опять, скажем, обвиняют во всех грехах. Но если это я сейчас не сделаю, то, мне кажется, желающих сказать все это будет не очень много. Пусть даже путем тех проблем, которые буду я испытывать, моя семья и так далее. И кто-то должен это говорить. Мухтар знал, что с этой встречи в финансовой полиции он может не вернуться. Перед выходом в эфир мы получили сообщение от пресс-службы финансовой полиции. Учитывая, что, находясь на свободе, Аблязов может препятствовать объективному расследованию или скрыться от органов следствия, избранная ранее в его отношении мера пресечения изменена на содержание под стражей. По стране прошли пикеты в поддержку Мухтара Аблязова. Но власть действовала привычно. На очереди следующим могут быть все вместе мы с вами здесь сидящие, и вы в том числе. Сегодня вчера пришли за Аблязовым, сегодня за мной, завтра за другими придут. Вот так же. Голымжан оказался прав. Пока оперативники искали компромант в квартире Аблязова, в гостиницах города шли облавы. Искали опального экс-акима. Посол Франции на своей машине перевез Жакьянова в посольство. Дипломатическая миссия была немедленно блокирована ОМОНом. Хочется поверить в слова президента, что у нас в стране существует демократия. Голымжан не хочет просить политического убежища. Потому что масса у него здесь друзей, которые будут вынуждены или покинуть страну, или достигнуть какие-то другие участия. Спасибо. Я даже не могу говорить. Это последние кадры Жакьянова на свободе. Под гарантией дипломатов ведущих стран он вышел из посольства. Назарбаев не сдержал своего слова. Голымжан был немедленно арестован. Последний разговор с президентом и с Голымжаном проходил при мне. И он сказал Голымжану, Голымжан, не надо заниматься политикой. Голымжан отказался. То, что делают сегодня с Голымжаном, это какой-то абсурд. И с Голымжаном, и с Мухтаром, ну, не Мухтара, не Голымжана, они никогда не сломают. И они никогда свое решение не изменят. Хотя это решение им дается не совсем просто. Они знают, на что обрекают они семью. Он совершенно четко понимал, куда он идет. Он знал цену этому режиму и знал цену словам этого режима. Совсем незадолго до ареста два самых ближайших к президенту человека активно убеждали Мухтара, чтобы он вышел из Демвыборов. И каждые 15 минут некто звонил этим людям, и они этому некто говорили. Нет, до сих пор не соглашаются. У них, видимо, была надежда, что президент тоже одумается, поймет, что это нужно не только Казахстану, не только всем нам, но ему тоже. Но президенту, власти, было нужно совсем другое. Независимые СМИ рассказывали стране то, о чем молчали проправительственные газеты. Что не смело показать официозное телевидение. Голос должен был умолкнуть. В первой списке стояла телекомпания «Тан». Ночью автоматной очередью в упор был расстрелян «Фидер» – кабель телевизионного передатчика. Это как Ленин, помните, он говорил, в первую очередь надо почту, телеграф, мосты захватить, да? И вообще, как революция случается, в первую очередь сразу что захватят? Телеканал. Потому что социальная база вообще сторонников президента, она достаточно широкая. У них есть свои частные силовые структуры. Вполне возможно, кто-то из них взял на себя инициативу. Да, у Мухтара есть сторонники. У президента их больше. Это редакция сторонников Мухтара, оппозиционной газеты «Республика». Окно редакции. За день до пожара. Нас не гнобят, нас пытаются запугать. То есть это немножечко другое как бы. Я думаю, что если бы речь шла о том, чтобы мы кого-то не устраивали чисто физически, ну, как бы, ну, выстрелы за угла. А на самом деле я думаю, что это акция устрашения. Ситуация с Таном, я думаю, другое. Их хотели физически выключить. Очень многие люди уже поняли, что это все трагикомедия, которая постепенно превращается в трагедию. В своем последнем слове Мухтар сказал такую вещь. Он говорит, если мои там семь лет, они помогут что-то изменить в этой стране, мне стоит отсидеть эти семь лет. Это заказной процесс, притом меры обвинения не суд будет определять. Суд это просто форма для общественного мнения, а содержание приговора будет определено самим главой государства. Судом Облязов был осужден по совокупности преступлений шести годам, как вы слышите. Тарон идеалист. Идеалист политики – это катастрофа. Громадное количество людей у нас, богатых, состоятельных людей, они, если не довольны существующей системой, то, во всяком случае, не собираются ее радикально переустраивать сейчас. В истории нового Казахстана не было героев. Они становятся этими героями прямо на наших глазах. И завтра, после тюрьмы, это будут настоящие, подлинные, полноценные, общенациональные герои. И они, я думаю, сразу из тюремной камеры придут в президентский дворец. Какие бы сроки ни дали Облязову и Жакьянову, эти сроки будут больше, чем срок, отпущенный самому режиму. Я не думаю, что режим продержится сколько-нибудь долго. Глымжан Жакьянов родился 8 мая 1963 года в селе Куйкан, Республики Казахстан. Окончил МВТУ имени Баумана, кандидат экономических наук. С 1994 года глава Семипалатинской областной администрации. С 1997 года Аким Павлодарской области, член ДВК. Осужден на 7 лет лишения свободы. Этот приговор президент Назарбаев выносит не мне, а себе. И всей той преступной системе, которую он создал в нашей стране и назвал государственной властью. Пройдет совсем немного времени, и сам Назарбаев предстанет перед судом истории, перед судом народа, перед судом будущих поколений. Мухтар Аблязов родился 16 мая 1963 года в селе Галкино, Республике Казахстан. Окончил Московский инженерно-физический институт. С 1997 года президент акционерного общества КИГОК. С 1998 года министр энергетики, индустрии и торговли. Член ДВК. Осужден на 6 лет лишения свободы. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Наша борьба не заканчивается. Она только ширится и принимает новые формы. Находясь в заключении, я понял, что в этой борьбе нет места компромиссам. Наши цели просты. Демократия, справедливость, свободы для каждого. Верю, что скоро наш народ обретет свободу. И я вместе с ним. Казахстан. 21 век. Площадь республики так и не стала площадью свободы. Параллели с сегодняшним днем вы проведете и без меня, сами. Я только попрошу вас представить, какой долгий путь назад мы прошли за 20 с лишним лет. От массовых мирных митингов, где граждане выражали свои требования к руководству страны, до нынешнего положения, когда право на мирные собрания считается не конституционным правом граждан, а заведомым преступлением. В лучшем случае административным нарушением. И вместо этого права мы получили жанр устного народного творчества, когда граждане униженно обращаются к президенту, чтобы он решил их проблемы, потому что больше некому. Уважаемый Касымжамард Кемелевич. Уважаемый Касымжамард Кемелевич. Уважаемый Касымжамард Кемелевич. Прошу вас, уважаемый президент. Уважаемый Касымжамард Кемелевич. Обращаемся к президенту РК Касымжомарта Кемелевичу. Обращаемся к президенту Республики Казахстан Тукаеву Касымжомарта Кемелевичу. Я показываю эти обращения в программе Быцбергеймис, потому что подписчики просят и я не могу им отказать. Но я и сам регулярно прошу, сообщайте, если он действительно вам поможет. Таких писем, к сожалению, я не получаю. А вы подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, будете всегда получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. И всегда в конце каждого выпуска я благодарю вас за поддержку канала. Коп-коп Рахмет, огромное всем спасибо. Быцбергеймис, мы делаем гиберболей вместе. Донат послать легче всего через QR-код в углу вашего монитора, а также на номер телефона и номера банковских карт Халык и Каспий Голд. Зарубежные подписчики нас поддерживают по системе переводов PayPal, а также Western Union. Пожалуйста, делайте приписку. Донат в дар или благотворительность. А потенциальным рекламодателям я предлагаю связаться со мной через электронную почту. Ее адрес вы видите на экране. Ну а я с вами на этом ненадолго прощаюсь. Саубл Наздар! Саубл Наздар! Саубл Наздар! Саубл Наздар!